Сегодня мы закончим знакомство с Notion. Я уделил ему очень много времени, но оно того стоит. Рад приветствовать всех стремящихся к познанию. С вами Вова Ломов и Теплица социальных технологий. Оно того стоит, потому что на мой скромный взгляд Notion и Koda – два оптимальных инструмента для создания базы знаний. Поскольку разобравшись с одним из этих инструментов, вы получаете не только базу знаний, но и CRM и Task Manager, да и сама база куда более структурирована и имеет огромный потенциал по заполнению. Например, список сотрудников. Я не к тому, что это очень сложно, наоборот, это очень легко. А к тому, что алгоритм дает вам возможность сделать это и вообще реализовать любую идею, которая вам придет в голову. Сделано это также в виде таблицы. А вот карточка сотрудника, вы можете скопировать линк и вставить его в виде активной ссылки в любое место вашей базы. Таким образом, отправляя человека к администратору базы, вы отправляете его не на деревню к дедушке, а к конкретному человеку, где есть все его контакты. А также, возможно, часы приема, в какой день и по каким вопросам. Очень быстро пробегу по полям таблицы. Соответственно, вы можете делать все на свое усмотрение. FIO – текст. Телефон – это, собственно, телефон. Тут есть такое поле. E-mail также есть в предустановленных. Должность – текст. Отдел – выбор из списка. Количество отделов у вас ограничено. Далее, фото – это файл с e-media. Вы можете загружать собственные файлы, но до 5 мегабайт на бесплатном тарифе. И дата рождения – это дата. Соответственно, выбираете представление галереи. И вот. Фото можно подвигать. Наташа изначально вставилась как-то вот так. И также здесь можно выбрать. Кстати, фото не стоит тут по умолчанию. Тут, по-моему, ноун. Если хотите с фото сотрудников, выбирайте фото. И здесь можно все поубирать. Но, мне кажется, должность и отдел – отлично. Хотите поменять местами – пожалуйста. Ну и сортировка – пожалуйста. Хотите отсортировать по отделам – не вопрос. Хотите видеть только сотрудников видеоотдела – пожалуйста. Настройка представлений с помощью фильтров. Тема предыдущего видео. А вот, кстати, по умолчанию он не видит фото. Вот так надо сделать. И теперь фильтр. Отдел содержит видеоотдел. И мы получаем список сотрудников видеоотдела. Да. Много, конечно, о чем хотелось бы рассказать. Например, про инструкции для новых сотрудников с чекбоксом и фильтром по этому чекбоксу. То есть выставляете задания. Вот так вот он их убирает у себя из списка. Тут просто уже настроен фильтр. Но делается это вот так. На всякий случай показываю. Думаю, вы уже и сами сможете это легко сделать. То есть… Ну давайте удалю. То есть фильтр сделано из отмеченный чекбокс. Можно выбрать неотмеченный. Без разницы. Ну то есть в соответствии с вашей задумкой. Как идею запомните, но таблицы нужно будет дублировать для каждого сотрудника. Еще, наверное, расскажу про добавление файлов. То есть вот у нас отчеты, инструкции и все такое. Полей может быть и должно быть больше, но я не буду сейчас расписывать. А скажу лишь, что удобно иметь тут инструкцию по заполнению. Ну, наверное, все-таки общие правила с тем же отпуском когда на сколько. Здесь, собственно, бланк. А по заполнению лучше подготовить референс. Например, в JPEG и тоже прикрепить как файл. И человек, найдя нужную инструкцию, почитает, при каких обстоятельствах ее нужно заполнять и посмотрит референс по заполнению. Если информации много, можно создать отдельную страницу для этого. Ну а сам бланк вы просто прикрепляете как док. И человек может его скачать, либо посмотреть на него онлайн. Тут есть еще возможность взаимодействовать с Google диском, но интеграция, мне кажется, не так удобно, поскольку ссылка не вставляется в таблицы, а только на страницах. Но на страницах работает неплохо. Выбираете интегрированный диск и документ, который хотите вставить. Notion не раздает права, поэтому сначала на Google диске нужно добавить доступ для всех, кто будет скачивать документы. И, собственно, переходим к правам. Это самое узкое место, бесплатного Notion. На бесплатном тарифе вы можете дать гостевой доступ только пятерым сотрудникам. Следующий тариф вроде как дает неограниченное количество гостевых доступов и стоит 4 доллара в месяц, но, честно говоря, я не проверял. По идее гостевой доступ дает возможность добавлять записи и редактировать их. А больше вроде ничего и не нужно. Следующий тариф за 8 долларов с человека в месяц. Это без гостевых аккаунтов, они также неограниченные. Даст возможность всем оплаченным сотрудникам еще и добавлять других пользователей в качестве гостей, но не знаю, насколько это нужно средней организации. В любом случае на бесплатном тарифе вы вот таким вот образом добавляете кого-то в качестве гостя. По умолчанию они могут редактировать, но можно понизить права. Полного доступа на бесплатном тарифе вы дать не можете. И тут система вложенных прав. То есть дав права на базу знаний, вы автоматически даете право на все, что в ней есть. А, например, удалив человека из вложенной папки, вы не удалите его из верхней. То есть вот этот человек с аккаунтом на Яндекс потерял доступ к концепции рубрик, но все еще имеет его на все остальные папки базы знаний. И попытавшись добавить доступ более чем пяти пользователям к какой-то папке, вы получаете вот такой недвусмысленный намек. Апгрейд, ребята. Но на самом деле это вполне вегетарианские условия по сравнению с тем, что было. Раньше на бесплатном тарифе они давали возможность завести только тысячу блоков, а это вообще ничто. Не то что для организации для личного пользования. Так что теперь, если действительно за 4 доллара в месяц можно получить вот такую красоту с неограниченным количеством гостевых аккаунтов и нет подводных камней, оно того стоит, поверьте. Редактор субтитров А.Семкин